Дорогие товарищи, сегодня нас ожидает знакомство с очередным Мерседесом. У меня закрадывается подозрение, что между BMW и Мерседес началась некая такая война в отношении удовлетворить самые разнообразные типоразмеры и запросы клиента. Короче, война кузовов. Да, клиент говорит, а можно мне вот такое же, но чуть-чуть по-другому. А эти двое, BMW и Мерседес, говорят, блин, пожалуйста. Только АвтоВАЗ решил пропустить этих двух немецких производителей вперед. Нет, Далфору. Далфору, да. Далфору. А потом нагонит и перегонит Америку, да. Ну и сегодня у нас на тесте АвтоВАЗ, которые спереди и в ваших задних зеркалах ничем не отличаются от уже хорошо знакомого CLA. Ну и по большому счету А-класса. Да, это такая категория автомобилей, да, которая рассчитана на небольших карликовых мужчин и на девушек, которым нужен обязательно Мерседес за эти деньги. Но, что интересно, Сеня, пойдем-ка мы с тобой. Когда мы видим боковую линию, мы понимаем, что это ни хрена необычный CLA, хотя эти три буквы на заднице присутствуют в этом автомобиле. Это, ну, если говорить формально, конечно же, это универсал. CLA универсал. А если выпендриваться, как это делают маркетологи компании Мерседес, Даймлер, Мерседес, как там, Даймлер, Бенц, да, то это, как, Рустам Анатольевич, вы выучили? Шутинг-брейк. Охотничья повозка, парни. Короче говоря, Иванович рассказал мне историю, что когда-то давно это были специально удлиненные кузова для того, чтобы человек, который занимается охотой, мог положить ружье. По нашему законодательству ружье можно перевозить только в разобранном виде. А по ихнему поганому законодательству можно уже вовсю длину. В собранном. И поэтому багажники обычного автомобиля, особенно спортивного, не предназначены для того, чтобы туда засунуть ружье. Ни вдоль, ни поперек. Поэтому они наращивают задницы. И если вы поищите в поисковых системах фотографии классических автомобилей в кузове шутинг-брейк, вы увидите самые разнообразные уродства, когда кузов наращивается у спортивных купе. То есть, вот Иванович мне показал, есть даже Феррари, есть Астон Мартин. Ну, то есть тачки, которые не предназначены быть универсалом, но специально ради ружья наращивают им жопу. Короче, родина этих автомобилей, понятное дело, Великобритания. Они там любители пострелять в животных. Например, в лесу. Да, мы все-таки за то, чтобы животные, в крайнем случае, оказывались на нашем столе, правильно? Ну, надо сказать, что в собранном виде, ребята, ну, условно говоря, без сложенных задних кресел, ружье сюда все-таки не влезет. Ну, это чистый маркетинг. Это чисто, только залезай. Багажник здесь чуть меньше 500 литров. Он больше, чем в классическом А-купе, понятное дело, да, в этом хэтчбеке, даже не купе, в хэтчбеке. Чуть больше, чем в СЛА. Так. Но, к сожалению, портит все, ребята, вот это... Скос. Вот этот скос, причем... Ну, кстати говоря, в классических шутинг-брейках скоса нет. Там вот такая громовозка. Если мы говорим про автомобили, там, в 40-х, 50-х годах, да. Полезай. Ну, что вы хотите закрыть? Ну, в принципе, это больше, чем в гольфе. Не, это больше, больше. Если не считать скоса, опять же. Да. Гольф выигрывает за счет гольф-класса, выигрывает за счет плоской относительно линии стекла. А здесь, да, вот смотрите, мы имеем... Вот, смотрите, мы закрываем, и, грубо говоря, половина багажника съедается вот этим аэродинамическим скосом. Да, прошу, руку. Да, короче, если вы готовы... Сейчас это нормально. Нет, сейчас это ненормально. Если вы готовы переплатить за багажник, получается, чуть большего объема и за эту форму... Вот закройте, еще раз, давайте, ребята, насладимся. На самом деле, вот я честно могу сказать, обычный классический CLA, я его считаю самым уродливым. Ну, за исключением прозаичного, прозаичного Е-класса. Сейчас вонючка уедет, вот посмотрите, какая вонь ездит по нашим городам. Здорово, сейчас спросим. Привет, брат. Как дела? Чего возишь? Металл? Хорошо. Отлично. Давай, брат. Все, удачи. Счастливо. Давай. А, значит, значит, несмотря на то, что Сереге не нравится... Форма, 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 CLA, едет он лучше, чем А-класс. Да, да, давайте так, Мерседес, в принципе, в нашей стране считается очень красивым автомобилем, плюс к этому еще и классическим. Значит, мне кажется, что очень пресная, и мы ждем, не дождемся обновления Е-класса, да? Да. И, мне кажется, неудачная форма у CLA вот этого. Ну и А-класса, потому что Б-класс более гармонично выглядит. Нет, давайте так, А-класс, может быть, немножко хуже выглядит, но он еще хуже едет. Да, чем CLA. Этот аппарат едет абсолютно серьезно, да? Ну, учитывая, что он небольшой сам по себе. Он очень взрослый, у нас полный привод. Да, индекс 250. У нас отличный мотор. Сразу могу сказать, все люди, которые ездили на Мерседесах с индексом 250, скажут, что это очень хорошая трансмиссия, очень немецкая подвеска, отлично рулится, отлично динамично разгоняется. В общем, эта машина совершенно серьезная, за исключением одного, для карликов. Ну-ка, садись, карлик. Как для карликов. А, посмотрите, безрамное стекло, а? Это же мощно. Ну, это вы за собой сидите, да? Да, это я сижу за собой. А ну-ка, голову разогни. Ну, что там? Ну, что там, потолок там, что там, елки-палки. Ты башкой-то касаешься? Ну, места практически столько же, сколько и в Ягуаре X-E. Может быть, даже чуть меньше. Хотя машина классом меньше. Да, но вот в габаритах это уже все-таки другой класс. Обратите внимание, модные кресла, которые мы уже встречали, с подсветкой внутри этой дырки. Да, которая позволяет вам душить человека, который находится на водительском кресле. Ну, в общем, молодая, я имею в виду в кавычках, да, молодая, ну какая, стильная типа того, да, модная тачка. Молодая в кавычках. Стильная в кавычках, модная и ни хрена не дешевая тачка. А сколько стоит? Ну, от двух миллионов этот автомобиль будет. Сразу? От двух. Да вы что? Да. Ну, а как вы думали, за багажник-то должны заплатить, правильно? А обычной СЛА? Слушайте, обычной СЛА, ну, посмотри, ну, в районе миллиона 700, миллиона 800 тысяч. А за что? Ну, все найдете, за то и дергаетесь. Я так привык. В принципе, в хорошем автомобиле то, за что нельзя дергать, оно и не дергается, правильно? А вот опять голый приехал, смотри, опять. Все время, когда снимаем, все время голый. Опять голый мужик, а? Вот женщина с грудью, колышащаяся, давай-ка покажем. Вот смотри, вот как у нее они работают, да, как механизмы. Четко, вообще, четко, четко. Вот, давайте еще посмотрим, четко, четко, четко. По-пацански работает грудь. Очень четко. Вообще, я не знаю, почему мужчинам нравится смотреть на грудь. У нее там флейта. То есть, мало того, что грудь работает, так еще и носогубный треугольник красает хорошо. Вот это женщина, хорошо. Что? Что? 20 отдал, лошадинная сила. Сколько? Судя по этому свидетельству. Ну, либо 210, либо 215. Будем считать 215. Может, 219. Но мотор действительно замечательно сделан. Единственное, что надо сказать об этом движке, ребята, что он, это кто это вот не закрыл плотно? Строго, знаешь, у меня был, когда в институте только начал учиться, у меня был друг Андрей. И сейчас он есть, но он просто ничего-то не звонит уже лет 20. Так вот, и у него папаша, значит, заведовал кинотеатром. Так. И он, отправляя его в первый класс, вот здесь, вот здесь, карман, да? Вот он ему, значит, а помните школьная форма советская была, синяя, да? С карманами и с пуговицами. Он ему положил, значит, сюда ключи и сказал. Представляешь, вот ребенку 7 лет. Отец, что такое? Строго фиксируй клапан кармана. Вот это такие родители. Короче говоря, ребята, значит, двигатель, несмотря на то, что всего 210 с копейками лошадиных сил, 201, 213, неважно. 15, 18, 19. Вместе с, по-моему, 7-ступенчатой. Да, 7-ступенчатой. 7-ступенчатая коробка передач. Ну, опять же, это, как коробка передач? Все, вот этот, ну, получается у нас... Роботик. Робот, робот. Вот такой, мерседесовский. С двумя сцеплениями. Понятно. Ну, ребят, значит, с одной стороны очень динамичная машина, да? С другой стороны, вот при этом типа размере кузова, ну, грубо говоря, в наших советских канонах это АК, правильно? То есть, если серьезной машиной считалось Жигули, а суперсерьезной Волга, то вот в линейке всех мерседесов это типа Аки. Но эта собака жрет... Слушайте, вот мне удалось ее сбросить, ну, вот при том, что я на работу еду 80 с лишним километров, но где-то меньше 8,3 она не ест, к сожалению. Хотя вот по габаритам, казалось бы, что это малолитражка, да, что она может есть и меньше. Короче, автомобиль должен быть экономным. У них как-то, посмотри, у мерседеса, и у того же БМВ, у них очень странно. Крупнолитровые моторы, да, там 4 литра, там 3,5, они жрут очень адекватно относительно размера и динамики. А вот моторы, которые установятся на меньше автомобилей, как-то немножко поджирают. Хотя, конечно, любители хаммеров скажут, что 8,5 это не о чем. Экономно или экономично? Не экономно. Не экономно. Не очень, не хорошо. Учитывая, что здесь передовая коробка передов. Да, ребят, мой ребенок. Мальчик, зачем ты упал? Как тебя зовут, мальчик? Петя, иди и не падай. Вот надо... Так Серега обращается с детьми. Быть небезучастным к судьбе мальчика. Может быть, за 2 миллиона хотелось бы видеть здесь пневмостойку. Да, нет, за 2 мульта точно. Точно, да. Потому что, ну, это вот не дело. Да, это... И как-то очень сильно греется копот. Ну, это солнце нас радует. Да. Ну, классические зеркала. Вот чем мне нравится Мерседес, что у них что на Е-классе, что на Ц-шке, что на А, все им одни и те же зеркала. Вообще замечательно. И цвет хороший у этого автомобиля. Баклажан. Баклажан. Мерседес. Баклажан. Нет, давайте срифмуем. Значит, как кузов-то называется? Шутинг-брейк. Не рифмуется. Ни хрена не рифмуется. И вопрос, а почему в этом автомобиле слева лючок-то? В принципе, у всех немцев люк всегда справа. Может быть, потому что основные продажи должны были быть в Великобритании, не? Логично. Логично. Но, в принципе, эта машина достаточно далеко от Астон Мартина отстоит. Как в стоимости, так и в принципе, в том, как этот автомобиль выглядит и едет. И еще раз напомню, ребят, еще раз посмотрите, вот в интернете этот кузов-шутинг-брейк, да? Обязательно, в Яндексе, в Гугле, в Бите. Он должен быть по отношению к основной версии, то есть к обычному CLA, выглядеть более уродливым. А мы на лицо видим, что он более гармоничный. Короче, это самый красивый кузов на базе А-класса, получается, правильно? Да, самый красивый. И едет этот автомобиль лучше, чем любой А-класс, правильно? И чем CLA классический, и чем просто А-класс, правда? Нет, А-класс вообще не так дерево. Один из самых гармоничных автомобилей получился на базе этой платформы. Но цена в два мульта не может радовать. Не может радовать. Даже с учетом повышения. Давайте внутрь, правильно? Парни, значит, что меня начало напрягать в этом автомобиле, когда я на нем стал ездить? Прежде всего, Иваныч, ключ. Хочется бесконтактного доступа, уже имеется в виду, и кнопки. Да, очень странная история. Я понимаю, что это данная комплектация, но Мерседес, и в частности Пресс-парк, упорно снабжает свои автомобили реальным ключом. И ты действительно можешь ее и закрыть, и открыть, имея ключ в кармане. Потом ты садишься, вспоминаешь, что кнопок нет, начинаешь доставать из кармана ключ. Да нет, конечно, ничего-то не... Может, повернем как-нибудь? Ну, как-нибудь-то поверни, конечно. Не, не поворачивается. Так, ну и потом ты, наконец, достаешь кое-как из кармана ключ. Согласен, не очень удобно. Это не очень удобная история. Так что требуйте, ребята, Мерседес с ключом. Дальше. Во всем остальном, собственно говоря, вас удивить-то нечем. Варианты отделки передней части. Ну, хороший, светлый пластик. Пластик, вот под металл, пожалуйста, да? А что это? Даже металл, похоже. Да, ну ладно. Ты не видел металл? А дефлекторы? Металл в КамАЗе было, в кузове. Очень они нам, дефлекторы эти, симпатичны, правильно? Да, да. А устаревшая, так сказать, система... Мультимедиа. Мультимедиа. Очень хорошо знакомый всем мерседесовский климат-контроль. Отличный... Ящички. Сколько стоит 100 миллилитров этой воды? Ну, дороже, чем бутылка. Хорошо. Так вот, парадокс заключается в том, что по диаметру дно этой бутылки не влезает в обычный вот бутылка-держатель. Поэтому вы купите этот автомобиль в качестве бутылка-держателя. А вот в мерседесе как раз есть огромное углубление. Оно совершенно бессмысленное для того, чтобы кидать туда телефон, потому что как-то это не очень. А вот бутылку крупную, например, едешь, и у тебя шампанское. А вот здесь, честно говоря, я не представляю, как поместятся два стандартных стакана от кофе. Тут какие-то нестандартные. Нестандартные пары. Какие-то микробутылочки надо. Значит, обратим внимание, что у этого автомобиля... Шикарная камера. Замечательная камера заднего вида. Обращаемся к японским автопроизводителям. Ребята, значит, смените поставщика. Камера. Нет, в отличие от семерки, здесь не поворачивается камера. Камера не поворачивается, но... Поворачиваются колеса. Да, прекрасные зеркала. По традиции, наш офис с Мерседесом, московский, набивает машину всеми возможными наворотами. К сожалению, в отличие от Б-класса, который мы вспоминаем с особым удовольствием, здесь стоит Хармон Карден. Очень хорошая система, но не то, что не самое лучшее, что может здесь стоять. Хотя я подозреваю, что с полным приводом, с этим мотором и с этой аудиосистемой эта машина стоит не два. Она, наверное, как трешечки, так по-моему. Я думаю, что да, ближе к трюм. Ну, руль вообще ничем вас не удивит. Слушайте, ну, классическое управление, да, и регулировки посадки. Нет, находясь здесь, вы не понимаете, что вы находитесь именно в шутинг-брейк. Единственное, что, обернувшись назад, вы видите, вот где-то там далеко стеклышко маленькое. Причем оно такое маленькое, что, в принципе, занимает половину от... Вообще, на самом деле, что выдает автомобиль и его габариты? Ну, что этот автомобиль маленький? Это вот козырьки. Вот как, ну, видишь, перед мордой. Вы видите, что они просто сами по себе, по длине, по своей... И по ширине машина выская. Да, да, да. То есть, толкаемся мы здесь локтями с Серёжой. Во всем остальном... Взрослая тачка. Бруль, посмотрите, взрослый никакой там не компромиссный, не маленький, не детский. Все хорошо, все хорошо. Все как в А-классе, все как в СЛА, парни. Единственное, что, когда ты идешь по трассе, да, опять же, еще раз повторюсь, сама по себе подвеска роскошная, но типа размер кузова, да, то есть, именно расстановка по ширине колес и по длине, все-таки эту машину относит к малому классу. И, ну, подтрахивает, грубо говоря, все-таки для дальних переездов, конечно, хочется машину помассивнее само по себе. Хотя, в целом, подвеска отрабатывает очень хорошо. Ну что, едем? Едем. Да. Ну что же, граждане, поездку на автомобиле СЛА Шутинг Брейк мы начнем с ознакомления с продуктов питания, которыми пользуется Рустам Вахидов. Который ест Рустам Вахидов. Александров. Да, с молоком сгущенным, вареным. Ну, кстати говоря, единственный производитель, может быть, не единственный, но который, знаете, хорошо подошел с точки зрения маркетинга к своему продукту. Они заливают свои сырки натуральным шоколадом молочным сверху. Это реклама? Нет, это не реклама, я просто говорю, что это вкуснее, чем просто глазурь как-то. Давайте откроем крышу. Да, давайте, давайте откроем. Во-первых, крыша. Она же должна отработать, правильно? Потому что на нее потрачено много денег. Сейчас вы пьяны, что ли? А, это вот от воды, от жидкости, да? От этой, слушайте, какая война. Откроем крышу, выключим кондиционер. Очень приемистый мотор. Самое главное, что все понятно, да? Понятно, как этот автомобиль ускоряется, понятно, как он тормозит. Короче, знаете, вот... Как он держится за дорогу. Да, да, знаете, такое вот ощущение, несмотря на этот индекс 250, ну, который вроде бы как должен внушать, да, ну, чуть больше агрессивности в вашу... Сами цифры. Сами цифры. И окружающим, значит, автолюбителям, и вам, как владельцу. Но машина очень интеллигентная, акультурная. Да, и самое главное, такое ощущение, знаете, самый безопасный, ну, такой, околоспортивный автомобиль, да, тем более с полным приводом. Ну, в общем, очень мягкий разгон такой. Я не могу сказать, что он неспешный. Он просто очень внятный, понятный. Ну... Четкий, как говорят пацаны. Четкий, да. В общем, всего хватает. Всего в меру. Да. Да. Только пространства не хватает внутри. Ну, для задних, может быть, пассажиров. Ну, по ширине чуть-чуть, да. Ну, может быть, да. Но если на это не обращать внимания и учитывать, что, наверное, да, все-таки целевая аудитория этого автомобиля, это люди до 40 лет. Но в целом автомобиль, вот, опять же, очень серьезный, да. То, что нам очень нравится, мы очень ценим. В отличие, наверное, от широкого потребителя, который может простить автомобилю косяки, если он большой, да. Здесь обратная ситуация. Косяков нет, но машина маленькая. И цена, соответственно, большая, что в голове, в принципе, укладывается плохо. Как это за такого лилипута я должен отдать столько денег? Ну, лилипут едет хорошо. Да, хорошо. Ну, давайте представим себе потребителя реального, да. Ну, допустим, это женщина элегантная, да. Вот какой она должна сделать выбор, чтобы предпочесть именно этот автомобиль? Между чем и чем надо выбирать, когда ты берешь вот этот аппарат? Честно говоря, даже не могу представить. Ну, наверное, двойка BMW. Ну, слушайте. Двойка. Но у двойки BMW сзади нет такого багажника. Ну, я... Вообще, получается, по большому счету, знаете, как вот некоторые автомобильные компании создают... Ух ты, человек просто лежит, может, плохо. Давайте... Давайте. Что-то случилось. Что-то случилось. Очень плохо. Водничка. Все нормально у вас? Все нормально? Нормально все? Плохо? Я... Врача! Привет! Привет! Вам хорошо? Хорошо, все нормально? У нас все нормально. Можешь просто как-то лечь туда, просто у вас ноги на проезжей части. А то задавят вас? Задавят. Меня задавят, а не вас? Нет, вас, у вас ноги торчат на дорогу. Ну, я скажу, вас не задавят, если бы не против. Нет, нас нет. Хорошо. Ну, ладно. А то мы испугались, что может быть плохо. А так вот люди в Москве отдыхают. А вы спрашиваете, кто является покупателем автомобиля? Нет, а ты говоришь, погода не годится для открытых люков. Да можно на Кабрики ездить с такими людьми. А я не дал ему денег. Нет, не дали. Спрашивает человек, а не дал ли он нам денег? Не дал ли он нам денег? Нет, не дал. Нет. Да. Все, дед, давай, отдыхай. Слушайте, а? Ну, видишь, не получилось у тебя спасти человека, брат. Да. Вот хочется быть хорошим, да? А нет случая, не подвернется никак. Подвернется, да. Согласен. Да. Надо все-таки женщин спросить, да? Спасти. Нет, спросить. Да, давайте спросим. Спасти, ты думаешь, спасаем практически каждый день? Женщин. Женщин, да. От чего? От безумия, да? В которое они могут... Спасть. Спасть из-за отсутствия... Народный корпоратив в Олимпийском. Стас Михайлов. 19 декабря. Сюрпризы, подарки, эмоции, чувства, любовь. Ага. Вот это маркетинг, чуваки, а? Да. Загрузите в iTunes. Да. Единственное, хотелось, может быть, более лучшую шумоизоляцию, но для этого класса автомобилей, мы же неоднократно говорили, да, это не подразумевается. Ну, вот сама технология производства, что ли. Дело в том, что Mercedes-то как раз... Ох, девушка. Здрасте! До свидания. Нет. Дело в том, что сам бренд Mercedes подразумевает, что как раз на маленьком классе вы встречаете удобства, да, которые, ну, у других производителей отсутствуют. Это касалось в свое время стеклоподъемников, да, подогрева заднего дивана и шумоизоляции. Я согласен, на трассе немножко шумновато. Хотя колеса стоят нормальные сами по себе. Но немножко шумочки маловато. Шумочку хочется посерьезней. Да. А где мы будем искать женщину? Ну, давайте, может быть, около торгового центра. Давайте, я согласен. У торгового... Где можно найти женщину в Москве в 12.57? Или в ванной. Или в торговом центре. Ты правильные слова сказал. Машина сразу становится очень близкой, понятной и родной, да? И не напрягает даже тот факт, что мы с вами, ну, условно говоря, сидим ниже, чем в копейке, да? Ну, по большому счету, чуть даже ниже. То есть очень спортивная, очень BMW-шная посадка за рулем этого автомобиля. Несмотря на то, что мы в Мерседесе. Да. И рулится он действительно замечательно, шикарно. Еще раз надо сказать спасибо большое за полный привод. Лево, 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 лево. Ну, как в торговый центр же мы едем. Там развернемся и попробуем где-нибудь на парковке поймать женщин. Да. Да? Поймать и наказать женщин. Извините, пожалуйста, можно один вопрос? Здрасте. Как вас зовут? Алина. Алина. Как вам автомобиль? Вот в таком кузове. А вот я как раз посмотрела, что это за машина. Это CLA, Мерседесе. CLA Shooting Brake. А у вас какой автомобиль? А пятый, купе. Это мужской или женский? А это что? Что это? На базе чего она сделала? А класса, CLA. А это CLA, а почему у нее жопа другая? О! Жопа другая. Вот женщина сразу видит. Универсал. Сколько стоит эта штука? Как ты думаешь? За миллион, миллион двести миллион, миллион двести миллионов. А сколько? Твоя машина? Я за двою. За двою. А давай теперь сравним, какой у тебя мотор, а какой у нас. А у меня маленький мотор. Какой? Там проходит. Ну ладно. Один и два? Ну давай. Давай, 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 давай. Давай, набирай, 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 набирай. Не. Алина хорошая. Может пригласим ее куда-нибудь? Некогда. Нам в магаз надо. А что значит, когда вы говорите о женщине хорошая? Ну хорошая. Это значит, что с ней можно и переночевать, да? Нет. Не только в душе и на боковую. Перестаньте. Ну вот смотрите, мы задали вопрос, Алина ответила. Правильно. Ну и не так, не всегда так. Не всегда так. Сюда поедем. Да. К людям. Да. А можем догнать Алину и попросить ее посидеть в нашем автомобиле. Хотите? Давайте, 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 давайте. Вот у машины перекрестки. Давайте, давайте. Давайте догоним. Давайте, давайте, давайте. Быстренько, говорите ей. Давайте. Это опять мы. А остановись на 5 секунд. Мы хотим, чтобы ты села в этот автомобиль и рассказала. Что чувствуешь? Что чувствуешь? Я могу сказать, что мне просто все равно больше нравится, чем Ауди. Почему? А зачем у тебя Ауди? А? Зачем у тебя Ауди? А в наличии не было, когда я понимала. Ага. Давай, припаркуемся на 5 секунд. Давайте вот тут. Далеко не надо. Вот здесь, вот здесь. Да ладно. Отлично встали. Нельзя здесь? Ну, конечно, давайте чуть-чуть проедем. Давайте вот чуть-чуть. А там тоже нельзя. Да не, будет вот здесь. Вот здесь поворот сейчас будет. Давайте. Так. Повернем вот сюда? Да. Ладно. Ну все, вот здесь давайте встанем. Так. Вот все, вот здесь. Ты паркуйся, паркуйся. Шеф, мочество. Хорошо. Далеко поедем. Здравствуйте. Как вас зовут? Алина. Хорошо. А так же зовут, как и в первый раз. Да. Пойдемте, Алиночка. Пойдем. Вы аварийку включили? Я не включила. Ну ничего, ничего, не ладно, не важно. Садись. Синь, садись. Ну? Так, что могу сказать? Вот сидения. У меня просто до этого BMW 6-я была. Так. Вот эти сидения все протерлись, как в Жигулях. За сколько километров? Ну, наверное, за 30. За 30 протерлись. Хорошо. Вот не знаю, как здесь. А ты ерзаешь или ты с этим занимаешься машиной? Нет, я не ерзаю, у меня водитель ездит. А, водитель? Под водителем протерлось все. Пупсик, ты кем работаешь, что у тебя водитель? Да не работай. Ну, это были хорошие времена. Так. Видите, пересел на Audi A5. Вот. А Audi A5 хотела даже... А давай о другом поговорим. Ты замужем? Развожусь. Опа! Погоди, стой, погоди! Вообще нормальный поворот саму. Сеня, припаркуй ауди, поедем. Выключай камеру. Смотрите, у меня там сумку, что ты не украл. Ничего, ничего. Так, смотрела GLA. Так. GLA не было. Погоди, ты руками возьмись, почувствуй. GLA, у меня брат купил GLA. Так. Потому что я когда я... Это богатая семья, пупсик Мажоров. Нет. G6, GLA, просто зашел, купил. Как будто бы в магазине. Нет, в наличии не было, когда я хотела купить. В январе месяце не было ничего в наличии. Не было в наличии просто ничего, поэтому GLA купил. Так. Вот. Я взяла Audi A5. Так. За два? За два. За два. Так вот эта штука начинается от двух. Бабская или мужская тачка? Не, не бабская. Внутри и снаружи. Не, мне кажется, это молодежная. Ну, это не дешево вот это все. Ну, то есть, это прикольно, я не знаю, модно. Или уже старье? Метал? Нет, прикольно, молодежная. Ну, вот это все, вот это, вот эти кнопки тебя не раздражают? Мальчику лет до 25 вообще классно. Ага. А что за мальчик? Единственное. Чем он заниматься-то должен? Мажор. А, быть твоим, например, братом младшим, да? Да, единственное, что, конечно, задница меня немножко смутила в машине. Наоборот, тебе не нравится она? Универсал. Да, она как будто какая-то взрослая такая. Ага, скажи, пожалуйста, а что разводишься-то? Ну так. А это давайте не будем писать. Не, ну нам интересно. Так, формально. Ну, формально. Давайте без камеры. Ну, хорошо. Ну, давай так, по-другому скажем. Ну, когда разведемся, когда закончится уже бодяга? Ой, не знаю. Дети есть? Да, есть. Есть ребенок? Да. Ты же такая молодая. Откуда у тебя? С кем с тобой? Отсюда от меня. С кем с тобой останется ребенок? Отсюда ребенок. Несчастная ты, Алина, Алина. Наоборот. Ну, смотрите, у меня уже предложение. А, у тебя. А, так он же опять новый есть? Да, конечно. Так, а ты от него сбежала? Хороший товар не задерживает. Ты от него сбежала-то и получается? Ну, я, да. Да? Так ты блудница? Ой, нет. Ай-яй-яй-яй. Это коллекцию. Ну, ладно. К Кириллу теперь, а не коллекцию. От Алексея получилось. Прошу, ручку. Получилось, наоборот, от Алексея. Алина, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, какие у тебя нарекания копятые есть? Копятые, подвеска. Так. Жесткая, мягкая? Она не кошая. Она не держит дорогу. Какой расход у тебя у нее? Ну, я не знаю, не смотрела. А, не важно тебе, ну, понятно. На газу, видимо. Да, а ездит плохо, плохо держит дорогу. Да? Мне нравится. Не полноприводный, да? Наверное, да. Это полонный. Она самая простая. Ну, ладно. Самая простая за два. Ну, а потому что ценник туда подрос зимой. Скажи, а сумка, которую тебя подрезали, какой марки была? А, у меня ничего не подрезали. Ну, какой марки был? Уже подрезали. А я не знаю, ну, смотри. Слушай, а это вообще твоя тачка? Да, это моя. Ну, ладно, Алиночка. Ну, все, давай. А, полонкину. Что за сумка-то? Хлоя. Как? Хлоя. Кто? Хлоя. Хлоя? Хлоя. Все. Ну, давай. Удачи в новом замужестве. Спасибо. Ну, ты разведешься, черкни там в WhatsApp'е, что как. Ну, не все такие на улицах Москвы. Давайте расслабимся, правильно, Валерий Иванович? Конечно, да. Это тебе, дурачку, приходится тянуть. В основном вот и вот. Даже на штаны нет денег. Да. Ну, а что, мне кажется, все сегодняшний тест-то по большому счету. Да, это все. Это все, ребят. Потому что рассказывать, ну, реально, об этом автомобиле нам больше ничего. Значит, люди, давайте так, люди имущие оценивают машину дешевле, чем она есть в реальности. Так. Вот. Машина сама вся очень хорошая, серьезная. Но, мне кажется, что все-таки времена, когда люди, не считая деньги, да, покупали то, что им чисто тупо нравится, и опираясь чисто на бренд, они, к сожалению, вот для этого автомобиля прошли, да. Все-таки в Мерседесе есть такая вещь, как, скажем так, разумная немецкая практичность. Эта машина выбивается, да, вот из принципа немецкой практичности. Короче, если у вас есть два, ну, лучше купить C-шку. Нет, если лишние два. Нет, C-шку в хорошей комплектации, правильно? Ну, у C-шки есть проблема. Ну. На русском рынке русский пакет, она приподнята. Согласен, согласен. Тогда уж сразу ГЛК. Нет, согласен, этот автомобиль интереснее смотрится. Этот лучше. Да, чем C-шка, ну, вот в классическом кузове с этим русским пакетом. Да. Правильно? Да, берите S-класс, не парьтесь, что вы. Какого года? Так, продавайте хату. Почку. И покупайте, но не надо. Значит, все, товарищи. Итак, CLA в кузове шутинг-брейк. Да, автомобиль протестирован. Если есть лишние деньги, покупайте. Да. Да, а если совсем лишние, опа, смотри, смотри, смотри. Вот еще. Москва, звенят колокола. Видите, как живет Москва? Как живет Москва? Не париться. Люди, видите, в час дня физкультурой занимаются. Сегодня прочел статистику. 20% москвичей хотят отсюда смыться. Привет, девчонки. Смыться из Москвы за границу. Почему? Климат плохой. Все, все. Значит, пишите prsobaka.btdrive.ru. Правильно? Правильно. Покупайте наши футболки, наши наклейки в магазине story.btdrive.ru. Да? Да. Это все. Все. Все.